Спустя неделю после выхода прошлой бета, компания Apple выпустила iOS 18 Beta 8 и еще iOS 18 1 Beta 3. Что там нового и интересного, сегодня будем разбираться. Меня зовут Максим, вы на канале Диуми Саундж. Поехали! Итак, да, сразу две системы у нас вышли. Если мы говорим про вес системы, то для iOS 18 Beta 8 это где-то 300-500 мегабайт, в зависимости от вашего устройства. Если с Beta 7 обновляетесь, если мы говорим про iOS 18 1 Beta 3, то там у нас в районе гигабайта плюс-минус, ну, соответственно, потому что там чуть больше нововведений. Помимо этого вышли у нас еще и остальные версии операционных систем. Для версии 18 1 там еще вышла iPadOS и, конечно же, macOS 15.1 тоже новая бетка. А вот для 18.0 вышли еще бетки iPadOS, macOS, tvOS и visionOS. WatchOS в этот раз не выпустили, но есть как бы предположение, что она уже готова к релизу, поэтому бетку туда не будут выпускать. Что же у нас с вами нового есть? Ну, во-первых, все сосредоточилось в целом вокруг 18 1 Beta 3. То есть все нововведения классные некоторые, достаточно туда у нас распределили. В обычной бете 8 я бы, наверное, сказал, что появилась некоторая такая обводка вокруг редактирования контрол-центра, когда вы туда заходите. То есть в целом там изменения максимально минорные, ну, еще бы у нас уже релиз не за горами. Но, если мы говорим про 18 1 Beta 3, то там, конечно же, есть нововведения. И о них мы сейчас поговорим, но я пока же вам напоминаю, что если этот ролик вам понравится или будет чем-то полезен, поставьте большой палец, и это будет приятный, поможет канал в развитии. А внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ничего классного, интересного, не пропустите. И у тебя пришедут уведомления с выходом нового ролика. А еще я напоминаю, что у нас в моем телеграм-канале проходит розыгрыш айфона 16 и AirPods 4, которые покажут вот сейчас на осенней презентации Apple. Условия максимально простые, там подписочка на меня, подписочка на Техноделл, все, грубо говоря, вы участвуете. Можете подробно прочитать в описании, там же будет ссылка, где, собственно, нужно жмакать на нужную кнопку. Дерзайте, всем удачи! Итак, iOS 18 1 Beta 3. Что нового? Во-первых, у нас завезли суммирование уведомлений для сторонних приложений. То есть на прошлых бетах это работало в сообщениях и в почте. Теперь такие, мы можем это делать в любом приложении, вы можете это включить, и iOS тогда умным способом начнет это все сортировать для вас, чтобы вам было проще контролировать уведомления, которые вам поступают. Это прикольная и удобная фича, но я напоминаю, что пока 18 1 доступна у нас только для iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, iPad'ов с M-чипами и Mac'ов с M-чипами. То есть на другие устройства это еще не раскатили, вот этих умных фишек там не будет, а сама бета выйдет, естественно, позже. То есть 18 1, конечно же, будет для всех, но сама бета для всех выйдет несколько позже, пока только для новых устройств. Плюс, если у вас iPhone для Китая, ну есть такие китайские версии, их обычно легко отличить, потому что они двухсимочные. У вас не будет работать Apple Intelligence, даже если вы поставите английский язык, английскую Siri, регион США, все равно не заработает. Вот для китайских iPhone'ов такое ограничение. Говорят, что в будущем, когда Apple договорится с правительством Китая, это заработает, но пока этого не происходит. Вторая фишка, прям вот порвала интернет, я уже вижу все-таки, как удобно, как офигенно, это же раньше ничего такого не было. Я смотрю и такой, ну, наверное, да, но я бы здесь с вами поспорил. Конечно же, я говорю про новую функцию, которая позволяет удалить объекты на фотографии. Называется она Cleanup и находится в приложении фотографии. Вы заходите, открываете фотку, пишете, редактируете, внизу у вас появляется эта функция Cleanup. Она работает достаточно просто. Вы можете или вот так вот кругом обвести объект, который вы хотите удалить, или вы можете нажать на него, или вы можете его закрасить. В принципе, очень много было подобных приложений. Я пользовался много лет подряд приложением на iPhone, которое называлось, ну, и оно сейчас называется Touch Retouch. Я даже его рекомендовал. И оно делало все плюс-минус то же самое. iPhone делает это чуть более красиво. То есть там появляются красивые анимации, оно красиво удаляется. Наверное, качество в целом, можно сказать, чуть-чуть повыше, чем Touch Retouch. Но глобально ничего прям нового нет. Да, оно работает, но оно работает, давайте говорить честно, немножко хреново. То есть мало того, что подобные функции у нас есть в Samsung, в Pixel, да, плюс Pixel, там можно, например, расширять пространство. То есть такая несколько более генеративная функция. Можно написать, что вы хотите, типа там, замени небо, замени фон. И он это сделает. Здесь нет, только можно удалить какие-то объекты с фотографии. Работает, еще раз скажу, но относительно хреново. Я не разделяю общей прям радости и восторга, что вау, нифига себе, вот эта технология. Потому что я пользователь фотошопа, в котором как раз есть эта нейронка. И она там работает лучше, в том числе может и расширять, и добавлять что-то. Ну и даже удалять объекты на фотографии она может лучше. В принципе, работает ли это на iPhone? Да, работает. Есть ли у этого проблемы? Принемы, конечно, есть. И все те же, что и у других нейронок, и от гугла, и от фотошопа, и так далее. Но за счет того, что те нейронки чуть больше представлены на рынке, и обновляются чаще, чем это будет делаться у Apple, у них, конечно же, качество вот того генерации и удаления изображений, оно, естественно, получше. Ну, давайте посмотрим несколько примеров. Вот пример, убираем человека с фотографией. То есть берем просто, обводим человека на фотографии, и он убирается. Здесь убирается достаточно хорошо, потому что даже линии проводов остались на месте, и, ну, в принципе, оно убрало так, как нужно. Еще пример, собачка в поле. То есть берут тоже собачку, выделяют ее и убирается. В целом, вот так вот, если быстро не присматриваться, то выглядит нормально. Но если увеличить фотографию и присмотреться, то очень много одинаковых паттернов. Таким грешили первые версии нейронки в фотошопе. Я это помню, потому что я себе скачал еще это на стадии беты. Потом это поправили, но я не уверен, что Apple будет поправлять это настолько быстро. Потому что та нейронка фотошопская, она работает прямо с серверов. То есть она загружает фоточку на сервера, она там обрабатывается, скачивается вот этот фрагмент назад. Без интернета она не работает. У Apple другая стратегия, они такие, тебе перед первым использованием нам нужно скачать эту штуку. Ты скачиваешь эту штуку, и все, у тебя работает офлайн, но периодически. Иногда ей нужно подключение к интернету, чтобы типа обновить алгоритмы. То есть здесь немножко другая философия. Пока, опять же, для беглого взгляда, для соцсетей, конечно, этого достаточно. И для многих это будет просто удобно. Не надо там открывать фотошоп, что-то настраивать, что-то лезть, редактировать. Зашел, править, выделил, сделал. Но чего-то такого, знаете, типа там, чего нет у Самсунга или у Гугла, здесь, конечно же, нет. Вот, смотрите, такая же точно тема. То есть у нас есть два куска мяса, мы один выделяем. И вроде бы он удаляется, но если посмотреть, то вот эти все горизонтальные паттерны, они очень сильно похожи и выглядят точно так же, потому что, ну, она пока не допилена. Это такая бета-версия и прям сильно классно не получается. Если просто вы где-то увидите фоточку в интернете, вы даже не обратите внимания. Но когда это делается прям при вас, конечно же, это видно. Ну и вообще лучше всего, конечно же, такие типы нейронок справляются с достаточно однородными поверхностями. Или чтобы это просто, не знаю, была белая стена, или чтобы это были какие-то там луга, камушки, еще что-то, что очень легко заменить. Если это будет какая-то кирпичная кладка, если это будут какие-то сложные узоры, сложные паттерны, то повторить их в нейросети будет достаточно сложно. Потихонечку нейросеть от того же фотошопа учится это делать, но Apple, конечно же, до этого еще какое-то время нужно пройти. Ну и, конечно, дорисовывать объекты она не умеет, потому что, вот, смотрите, у нас есть фотография машина, за ней стоит самолет, и спереди у нас спорткар стоит. Мы хотим убрать машину, чтобы вот самолет был виден красиво. Можем ли мы убрать машину? Конечно, но вместе с самолетом, потому что нейронка не понимает. То есть это для супербыстрого ретуши фотографии, когда за вами кто-то проходил, такие, ой, человек мешает, мне фон не видно. Ну вот что-то прямо сделать такое красивое, восстановить, грубо говоря, экспозицию, которая была на кадре, конечно же, она не может. Ну и последний забавный пример, что будет, если человека обвести. Вот здесь у нас обводят Тима Кукой, и получается какой-то странный Макрон. Не знаю, почему он мне тут видится, но его обводят еще раз, и у нас лицо просто закрывается квадратиками. Пикселизация, да? Вот это, на самом деле, прикольно, потому что, смотрите, я вам показываю еще другой пример. Здесь рисовка, но тоже обвели именно на фото лицо, и у нас тоже получилась пикселизация. То есть, если быстро замазать чье-то лицо, если это будет работать стабильно, не превращая людей в странного укуренного Макрона, то это будет, конечно, классно. Потому что вот такая масочная пикселизация, это достаточно трудоемкий процесс с точки зрения времени. То есть, там ничего сложного нет, нужно наложить маску, выбрать, что мы хотим сделать, пикселизацию, и сделать, но, как правило, это надо заходить в редактор, настраивать. Если это будет вот так вот обвести и замазать чье-то лицо, прекрасно, отлично, я только за, надеюсь, что это будет работать более стабильно. Конечно, если еще хоть что-то у нас найду с вами в этой бета-версии, в бета-версии iOS 18, я дополнительно сообщу об этом у себя в телеграм-канале, ссылка, конечно же, как я говорю, внизу в описании. Заходите, у нас там классно, постоянно новости появляются. Не спамлю, но годноту туда кидаю, рекомендую. Я же себе поставил iOS 18 на это устройство, тестирую на iOS 18 Beta 8, потому что она такая более народная. Если мы говорим по производительности, все плюс-минус на том же уровне, смотрим на тесты, стало еще чуть лучше, чем на Beta 7, но все-таки уже допиливают систему, и релиз совсем не за горами. Если мы говорим по автономности, сейчас прям зарядился до 100%, буду завтра весь день ходить, к вечеру завтра в телеграм-канале все в том же, размещу для вас информацию о том, как работает относительно Beta 7, стало хуже или лучше, сможете посмотреть. Напоминаю, что актуально это для моего устройства, но я тестирую абсолютно каждую версию, поэтому общая динамика, в принципе, будет для вас видна. Еще раз, ссылка на телегу находится внизу, в описании. Ставить ли себе Beta 18.1, Beta 18.0? Ну, 18.0 точно нет, потому что зачем? Совсем скоро случится релиз. Ну, конечно, если у вас уже Beta 7 стоит, то Beta 8, естественно, устанавливайте. Если мы говорим про 18.1, и у вас есть iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, в принципе, я вам могу сказать, что они достаточно стабильные. Я ставил себе, и, ну, еще на Beta 1, Beta 2 никаких проблем особо не было. Но, нужно ли вам это, не очень понятно. Опять же, напоминаю, что если вы потом захотите поставить себе релизную версию iOS 18, то это будет откат. Нужно будет брать и откатываться, а у вас, скорее всего, пересоздаться резервная копия, и я не уверен, что вам прямо сейчас это нужно. Лучше, когда в октябре выйдет 18.1, спокойно поставите, и все эти AI-функции попробуйте, тем более, что работает это сейчас вот в таком ограниченном формате. Если мы говорим о том, когда у нас с вами выходит iOS 18.0, то это будет 16-18 сентября, плюс-минус. Я напоминаю, что на 9-е число у нас с вами запланирована презентация Apple, и там же после презентации для нас с вами выйдет RC-версия, предрелизная сборка, с которой, если все хорошо, она же пойдет в релиз. Поэтому ждать-то осталось прям буквально совсем недолго. В течение месяца уже выйдет релиз, в течение меньше двух недель уже выйдет RC-версия, то есть предрелизная сборка. Так что совсем скоро мы с вами увидим финалочку iOS 18. Если же этот ролик вам понравился, или был чем-то полезен, поставьте большой палец вверх, мне это будет приятно, поможет канал в развитии. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного и интересного не пропустите, и тебе вам пришло уведомление с выходом нового ролика. Ну и, конечно же, внизу пишите в комментариях, как вам вот эта новая функция удаления и фотографии, нравится, не нравится, согласны ли с моим мнением, что вроде и окей для базового использования, но чего-то прям сверх вау, конечно же, нет. Или у вас есть какое-то другое мнение, с удовольствием почитаю, с вами подискутирую. Ну и вот эти два видео специально подобраны для вас на алгоритме YouTube, зацените, если не видели, и все, а конечно, жмите, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока.